Рух городского автобуса до поселка Червоный Маяк Гомельского района протягнули до 22-х годин. С ответной просьбой на правую линию старшине Аблвы Конкама у Владимира Дворника звернулася жихарка областного центра. Как выросло все транспортное питание, доведалась Ганна Корольчук. Нина Кляментьева постоянно проживала в Гомеле, однако ее сын с женкой недавно набыли жилье в поселку Червоный Маяк. В будни невестка работает в Гомеле до половы 10-й годины вечера. Сын так само часом затримливается на работе. Особистого транспорта у ихня ма опошний автобус до Червоного Маяка отправлялся с вокзалу 20 годин 20 хвилин. Тому молодые люди доезжали на четвертом автобусе до припынку на улице Пугачева. И еще 4 километра и шли пешу. Дорога займала больше за годину. Уявить, что каждый день после работы люди робят такую дорогу до дому пешу тяжко, особенно в зимку и в темры. Нина Кляментьева каже, что каждый вечер не могла спокойно заснуть и чекала звонка от детей, которые добрались до дома после 23 годин. Первого Снежня Жаншина потелефоновала на прямую линию до старшины Гомельска. А был ваканкам у Владимира Дворника с просьбой об допомозе. Настолько искренне благодарна Владимиру Андреевичу, что вот понимаете, без всякой там вот, а вот там как вы там, и этот, он вообще без вопросов. Он говорит, я вас понял, услышал. Ваш вопрос будем решать. Вы знаете, что это настолько было вот по-человечески просто, вот праздник был. Это когда мне через пару дней, через 3-4 дня позвонили и говорят, ну все, в 22 часа есть автобус. И мои дети вчера уже ездили на автобусе. С 10-го Снежня руха розкого автобуса номер 60, вокзал в улице Каштаново. Протягнули. Ця первая пошла рейс, и он отправляется в 22-й године. Кроме того, в той же день стартовал новый автобусный маршрут номер 61, вокзал в улице Поляково, который так же проезжает проспоселок Червоный Маяк и накеровывается у Романовича. 61-й автобус выполняет 4 рейсы в будние дни и 2 рейсы в выходные. Кировничество предприятия Гомеля-Аутотранспорт подкресливое. Поширение транспортной сетки города потребует певных умов. При этом за потребованность нового маршрута пасажирами только одна из их. Обращения поступают нам определенное количество. Это зависит в том числе и от, допустим, от разрастания определенных районов либо населенных пунктов. Для транспортного сообщения необходимы определенные дорожные условия, в том числе и остановочные пункты, которые будут обеспечивать безопасность перевозки и в том числе и для пассажиров. Поэтому в настоящий момент дорожные условия улучшены. И в связи с обращениями, в том числе и граждан, которые там проживают, нам принято решение об организации, в том числе и дополнительных рейсов и маршрутов. Ганна Коральчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».